Один из крупнейших лидеров Поберли Кузбекистан, который уже в течение 15 лет принимает активное участие в жизни компании. Участник ТОП Лиги Кузбекистана, директор с одной из самых больших команд в Кузбекистане. Она успешно работает со своей большой структурой, используя креативные методы. Создатель командного проекта, благодаря которому более 200 директоров получили новые квалификации и улучшили качество своей жизни и жизнь своих близких. Об этом и о многом другом расскажет бриллиантный директор Вустья Талипова. Кузбекистан, директор. Добрый день! Красивые и успешные, уже немножко голодные, но очень терпеливые. Сегодня особенный праздник. Я всех нас поздравляю с ним! Моя история Фаберлик началась очень интересно. По образованию я приводчу французского языка с двумя красными дипломами. И когда моя мама пришла домой с листовкой и сказала, «Ульфия, смотри, какая-то иностранная фирма Фаберлик, может быть она французская? И ты сможешь там работать? Ты же так хочешь увидеть Париж!» Я помчалась на эту презентацию. Каково же мое было разочарование, когда я пришла и увидела, что это сетевой маркетинг. Я села на самый последний ряд и ждала, когда же закончится это шоу. Потому что я была самым негативным скептиком, убежденным в том, что это все неправда. Знаете, такая умная, гордая, но бедная. Но потом я познакомилась со своим шикарным наставником Еленой Гурнашиной, которая из Туркменистана приехала в Узбекистан, в чужую страну, и просто на улицах раздавала эти листовки. Ее смелость и обаяние так меня поразили. Я была очень удивлена. Через месяц, когда я пришла в офис за очередным заказом, оператор мне говорит, у вас еще зарплата, ну, по тем меркам, около 10 долларов. Что? Я ничего не делала, это не мои деньги, проверьте. Вы, наверное, ошиблись, сказала ему я. А оказалось, после проверки, что пару моих подруг, которым я просто вскользь сказала, что есть такая компания Фаберлик, хорошая продукция, пришли сделать заказы, я вышла на 6%. Сама того не знали. Деньги были тогда нужны. Нет, не так. Вот так. Я стала донимать всех в офисе. Ну, мой наставник уехал в Туркмению, вы понимаете, да, обратно? Никакого интернета, инстаграма, онлайна, ничего не было. Я стала донимать в офисе всех подряд. Что мне сделать, чтобы заработать не 10, а 1000 долларов? И получила очень внятный ответ. Мне сказали, Гульфилиан, приглашаешь как можно больше людей. Эти люди приглашают других, те другие других, и у них строится команда, и ты заработаешь свою 1000 долларов. Поднимите руки, есть в зале те, кто боятся продавать, не умеют это делать, или те, у кого вообще есть какие-либо страхи. Поднимите руки, пожалуйста. Честно. Поздравляю вас, вы будущие топ-лидеры своего региона. Потому что я боялась всего. У меня была куча страхов. Но желание зарабатывать и путешествовать было выше всего этого. Правда, я вообще не разбиралась в племах. Декоративной косметикой не пользовалась. Парфюм это была вообще непозволительная роскошь. И из всего ассортимента «Фаберлик» я себе выбрала, купила карандашные кутикулы. Ну, правда, много было 15-го, да, такие используете? Кстати, я 15-летняя делала маникюр. Карандаш работает. До сих пор. Каждое утро я садилась в метро и ездила от одной станции до другой. В вагоне я присаживалась к девушкам, которые мне нравились, были симпатичны. Очень демонстративно на своей руке обрабатывала кутикулу. И, как бы, между прочим, обращалась к девушке и говорила, вы знаете, я учусь на косметолога. Мне дали задание тренироваться как можно больше. Может, пока мы едем, я ваши пальчики красивыми сделаю? Удивительно, но мне никто не отказал. Ни разу. Когда мне надоело ездить в метро, знаете, бывает и такое тоже, я пошла в поликлинике, думаю, ну где молодые мамочки, да? В поликлинике. Но не все оказались платежеспособными в поликлинике. И я пошла в банк. Там же люди за деньгами приходят и везде не давят, правильно? Ну вот, логически. Конечно, у меня там не было ни счета, ни каких-то дел, но я с умным видом сидела, тоже с карандашком для кутикулы, пока в очереди там ждали, приставала к людям, скажем так. Тоже никто не отказал. На второй месяц я стала старшим директором компании «Фаберлик». Компания приглашает на большой праздник, открытие «Фаберлик», праздник, день рождения. Как сейчас помню, огромный зал, красивая сцена, роскошные женщины выходят, им дарят цветы, дипломы, бесплатную поездку в Египет. Что? Это правда? Вот только тогда, представляете, для меня открылись глаза. Почему я не на сцене? Это был мой самый главный вопрос. В этот момент я поклялась себе, что я на каждом празднике «Фаберлик» обязательно буду на сцене. Я выполняю свои обещания. Через год была первая поездка в Италию, и из 500 директоров Александр Дабанков на сцену приглашает меня за то, что я перевыполнила условия в 11 раз. Я открылась, я не знала, мой праздник план в тот момент. Я знала, что какие-то 3000 баллов надо делать, но больше всего я знала, что я хочу в Италии. И мне еще подарили розовый чемодан, для меня это был предел счастья. Это переполнил в 11 раз. На такой шикарной волне успеха я приезжаю в Дышкель. За год 13 директоров в первой линии. Объем команды 100 тысяч баллов, чуть плюс-минус. Подарок автомобиль получаю, кстати, от компании Лада Калина. Покупаю себе в столице двухкомнатную квартиру. Делаю мне ремонт, полностью обставляю и лечу на золотую конференцию Париж. Мама не обманула. С этой иностранной фирмы я и вправду увидела в Париж. Вышла замуж. Кстати, мой муж был очень против. Прям вот. Или я, или Фаберлик. Но вы понимаете, пока мы здесь сегодня с вами тут, кто там в офисе, руководит всеми процессами. Начало 2010 года. Я бриллиант. У меня более 30 директоров. Знаете, такая звезда. Корону даже поправлять не надо. Я так говоря вам сказала. Да? И тут работа останавливается. В один миг. И в этот момент ничего не зависело. Ни от меня, ни от руководства компании. Нам просто сказали. Верьте и ждите. И мы ждали. Почему? Потому что я уже тогда была безумно влюблена в Алексея Нечайта. Мы с ним уже налипаем вас. А у меня даже наявся так. Я понимала его ценности. И самое главное, я чувствовала дух компании. Долгих 10 месяцев ожидания. Чтобы вы понимали, это был абсолютный ноль. Ноль баллов. Конечно же я растеряла огромное количество лидеров. Со мной и стали попасть на перечесть. После открытия еще 4 месяца мы восстанавливали все, что было потеряно. С новыми силами, энтузиазмом, что у нас все полгучится, все был супер классный. И на 5 месяц история повторилась. Мы опять остановили работу. Вот в этот момент, что случилось со мной, я вам никакими словами передать не могу. То есть это не упасть до нуля, это под клиентус провалиться. Мне было лично чисто психологически тяжело. Правильно Марина сказала, что здесь все у нас было вверх. Тяжело, потому что я с вершины упала и опять на улице с листовками выходить, начинать все работать с нуля. И в этот момент опять моя мама мне сказала такую шикарную фразу, которая на протяжении всей моей жизни мне дает очень много силы. Она сказала, Бульфия, страшно не упасть. Страшно не подняться после падения. Да, падение бывает у всех. Не только, кстати, в сетевом бизнесе. В традиционном они бывают чаще. У каждого на эти падения свои причины. Но самое важное это подняться после этого падения. В принципе, я, знаете, с детства никогда не умела сдаваться. Первый свои деньги я заработала в 13 лет. Я очень захотела Toyota Land Cruiser. Джин такой, белый. И я начала печь пирог-шарлотку, такой с яблоками, варить компот и перед домом соседям продавать. И вот первое препятствие было бабушка, которая жутко стеснялась этих соседей и не разрешала развивать мой бизнес. Но моя мечта о джипе Белло была сильнее бабушки. За полгода я накопила на колеса. Просто, как будучи 13-летним ребенком, но я тогда не понимала, что такое сумма для покупки автомобиля. Ну, важно было ведь не это, сам процесс. Сегодня в этом литер-верник Узбекистан с огромной командой профессионалов, которыми я очень горжусь. Более 100 директоров путешествия в 24 страны мира. Две квартиры в городе Ташкент, это столица Узбекистана. И самая большая мечта это четырехэтажный дом в центре города на 712 квадратов. Я его строила как лавана. По своему дизайну, по своей задумке и так далее. И весь процесс строительства с каждого кирпичка в кепке Фаберли я снимала и показывала своей команде для того, чтобы мотивировать моих девочек на новые результаты, на их личные результаты. И мотивировала не только своих, но и всех боковых. Сейчас мы каждая отчитывается, кто новый дом построил. Горгурф, я вот мы после тебя с дублицированием. Почему-то в гости редко приглашают, правда? Ну, не знаю. Мой общий капитан на сегодня, и я с гордостью об этом всегда говорю, в денежном эквиваленте сосчитать уже более 50 тысяч долларов в заработке. на данный момент. Еще пару лет и как советовал Роберт Пиосаки до 40 лет заработать первый миллион, а потом отдыхать. Вот план выполняю, слава богу. Потрясающая разнообразная жизнь, которая удивляет всех окружающих, знакомых и моих родных. Мои дочки, кстати, учатся в лучшей частной школе, и мы с легкостью ездим по миру. Я их родила в вынужденный отпуск, когда вот у нас работа останавливалась в два раза. Первый раз с ума родила, второй раз вторая. Думаю, а что тут приставать? Смысл, да, такой? Буду рожать. Пока две дочки. В моей команде более ста партнеров купили себе машины, квартиры, дома, путешествия, сделали какие-то ремонты в своих домах. И сегодня на форуме, кстати, моих 12 красоток из Узбекистана. Думаю, на форуме. Верите, я до сих пор ничего не продаю. У меня дома нету запасов продукции. Я чуть-чуть разбираюсь в кремах, ну и стала, конечно, декоративную косметику использовать. В основном использую стройкомату на рекрутинге. И любимый, самый эффективный метод, по которому я пришла, меня, вернее, привели, это анкетирование на улице в любую погоду. Но на самом деле я считаю, что привезти новичка в команду очень легко. Сегодня очень много коллег об этом говорило, можно и по тысячу, и по пять тысяч, и по десять тысяч. Самая главная задача удержать того, кто пришел. и я это делаю со своей командой через большие мотивационные встречи на 200-500 человек. Один раз в три каталога, на которых мы создаем максимально праздничную атмосферу. Первая часть у нас информационный блок о продукте. Мы делаем лотерею, дарим подарки участникам. Вторая часть это мотивационная. Мы на сцену приглашаем от трех процентов и выше, и каждому дарим диплом, цветы, то есть дарим его минуту славы. И это очень важно на самом деле. После перерыва мы даем перерыв на обед, чтобы все обменялись впечатлениями, и если были новички, то их зарегистрировали сразу в компанию. И после обеда мы проводим обучающую часть, где-то тоже на два часа, обучающей часть выступают бизнес-тренера, конечно же, лучшие лидеры моей команды, и мы очень активно дружим с параллельными структурами, и оттуда лидеров тоже приглашаем. Обучаем разным методом, у кого что получается лучше всего, тот про это и рассказывает. Я уверена, что такие мероприятия большие для нас лучший метод удержания и масштабирования команды. Я сама всегда ешь на все конференции в Москве, в Питере, в Сочи. Впрочем, в году в Турцию я отвезла 111 лидеров со своей командой. Потому что я знаю по себе, на таких больших праздниках рождаются звезды. Вот здесь сердце зажигается огонь. Положите свою левую руку на сердце. почувствуйте этот огонь, который сегодня разжигается в вашем сердце. Дорогие мои, будьте смелее, будьте смелее в своих мыслях, в своих мыслях, в своих желаниях, в своих действиях. Поберлик – это потрясающая компания, которая мне дала не только финансовый успех, но и самое главное – это свободу, которую не купишь ни за какие деньги. Я вам желаю, чтобы вы почувствовали сегодня вот здесь сердцем это ощущение свободы и высокого полета. Потому что капитаны нашего корабля – это очень надежные люди. С ними смело можно начинать этот путь. Я уверена, сегодня в зале уже сидят будущие генеральные партнеры. где вы? Поднимите руки! Сфотографируйте ее, смотрите сколько, готовьте деньги. Вы на зучу ее не ведут. Эля, в вашей жизни опасно не давать. Все, вы вас всех сфотографировали и запомнили, попробуйте ее сделать. Дерзайте! Я верю! У нас все получится! Детяна Глана в загородной истории для Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин